Наша жизнь может измениться к худшему в мгновение ока, и здорово, если рядом будут свои люди, которые не оставят в беде. Это история о Крейге Таулере, жизнь которого трагически изменилась жарким летним днём. 28-летний мужчина из американского города Боудер в штате Колорадо бегал, занимался фитнесом, ходил в спортзал. Но всё изменилось 4 июля 2016 года. День прошёл просто прекрасно, не предвещая беды. Мужчина спешил на свидание, которого он ждал много недель. Он должен был привезти девушку на вечеринку к своим хорошим приятелям. Это было очень важно, потому что Крейг хотел посмотреть, как она поведёт себя с его друзьями. Мужчина стоял за задней дверью своего внедорожника, разбирая вещи из багажника после работы, чтобы ехать за девушкой, когда почувствовал сильный удар. Он испытал острую боль и огромный шок. Всё случилось буквально в одну секунду. Когда Крейг посмотрел вниз, то увидел, что обе его ноги оторваны. Вспоминая тот день, он говорит, что в памяти чётко отразились все детали происшествия. Крейг сразу понял, что его жизнь в опасности. Мужчине нужно было что-то делать, чтобы спасти себя. Люди, которые видели, как мужчину переехала машина, бросились на помощь. Кстати, затем выяснилось, что совершивший преступление водитель был пьян. После аварии Крейг был в сознании. Он понимал, что делать, поэтому давал указания собравшимся вокруг него. Он сказал, что нужно затянуть места выше ранжгутами, чтобы остановить кровотечение. Для этих целей использовались обычные ремни. На место быстро прибыла полиция, которая отправила мужчину в ближайшую больницу. Окровавленный Крейг был перевезён на вертолёте в травмпункт в Денвере. По прибытии на место была сделана операция. Врачи сказали, что наложенные при оказании первой помощи жгуты помогли спасти жизнь мужчине. Удивительно, что Крейг помнил всю дорогу до больницы, потому что находился в сознании. Он отключился только после того, как пациента ввели в наркоз перед операцией. Когда мужчина пришёл в себя, то узнал, что ему придётся ампутировать ноги. В противном случае пациент просто истёк бы кровью. Крейг был увлечён спортом всю свою жизнь, но у него просто не было выбора. Врачи ясно дали мужчине понять, что он выбирает либо жизнь, либо свои конечности. Решение было очевидным, но от этого не менее трагическим. Пациенту предстояло пройти 5 операций по ампутации, которые должны были занять неделю. На восстановление требовались месяцы. У Крейга была только одна просьба. Он хотел, чтобы друг позвонил Аманде, с которой у мужчины было запланировано свидание. Они виделись не так много раз, но Крейгу было важно дать знать, что он не пришёл на свидание не по своей воле. Он настоящий джентльмен, вряд ли в этой ситуации кто-то думал бы о том, чтобы не ранить чувство малознакомой девушки. Друг выполнил просьбу. Аманда была в совершенном шоке, когда какой-то незнакомый парень сообщил ей, что Крейга сбила машина. Теперь его ждёт ампутация ног. Друг добавил, Крейгу жаль, что пришлось отменить свидание. Девушка признаётся, что этот звонок заставил её ещё больше проникнуться симпатией к её новому знакомому, который думал о ней в такую минуту. Аманда знала Крейга всего три недели, но она без раздумий отправилась в больницу к попавшему в беду мужчине. Она хотела быть рядом, оказывать психологическую поддержку, которая так важна для выздоровления. Аманда провела в больнице с Крейгом много недель, там они вместе встретили 29-й день рождения Таулера, в который у того достали скобы из ноги. Мужчина признаётся, что не знал, как отреагирует Аманда на сообщение о его несчастье. Но она тут же приехала и была рядом на всём пути лечения. Они проводили вместе очень много времени, что сблизило молодых людей. Крейг говорит, что понял, какой самоотверженной и доброй девушкой была Аманда. Он сильно привязался к ней, а она к нему. После многочисленных операций Крейга наконец выписали. Аманда была рядом с ним в новой жизни. Через восемь месяцев после выписки пара стала жить вместе. Казалось, жизнь стала налаживаться. Но было то, чего так не хватало Крейгу – это спорт. Мужчина хотел продолжать вести активный образ жизни, даже несмотря на отсутствие ног. Через десять месяцев после аварии Крейг в своей инвалидной коляске принял участие в автомобильных гонках. Он также занимался каякингом, тренировался в спортзале, катался на лыжах. Не каждый здоровый человек ведет такой активный образ жизни. Мужчина на собственном опыте понял, как тяжело быть инвалидом в мире здоровых людей. Он решил создать онлайн-программу для людей с ограниченными возможностями. Там те, кто потерял конечности, мог найти нужную информацию, советы врачей и тренеров. И во всех начинаниях рядом с любимым мужчиной была его Аманда. Через пять лет после аварии, 4 июля, пара вместе отпраздновала день жизни Таулера. Все, кто знают эту историю, восхищаются жертвенностью и сострадательностью Аманды, которая была рядом с Крейгом в такое тяжелое для него время. Но сама девушка не считает это подвигом. В своей социальной сети она написала. «Не могу сказать, где бы я была сейчас, если бы этот человек не выжил в этой жестокой аварии. Он один из моих самых больших учителей, значит для меня абсолютно все. Спасибо, что выжил, Крейг». Сам Таулер говорит, что после своего чудесного спасения старается наслаждаться каждой минутой своей жизни. Он просит людей ценить то время, которое у них есть. История Таулера действительно поражает. Мужчина не сломался после страшной трагедии, которая лишила его ног. Он излучает позитив, покоряет новые вершины, счастливо живет со своей любимой. Ампутация не превратила его в несчастного ворчливого страдальца, а только сделала сильнее. Это пример жизнелюбия и стойкости для каждого из нас. А Аманда – настоящий символ любви и преданности своему мужчине. Эти двое действительно достойны друг друга. На сегодня у меня всё друзья. Делитесь видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!